Посмотрим у Лукоморья на дубов ученых, на котов, конечно, на котов, никакой оговорок. Кощей выиграл монетку, это игра... В прошлый раз Кощей победил Редорокса 1-0 на бешеном микро и креативе, вот так вот. По индусам у Кощей не маг, а девочка и взятка. Интересный выбор. И это против ХД, как говорится. Габлач выстоял. И еще один игрок выстоял, что-то пока очень хорошо стоится. Обидненько, что ХД, которые должны были быть заточенными под пятку, сейчас пятки не получат. Ни одного пробоя. Хорошая игра. Как он докачал Хобб Гоблинов, я думаю, упорно. Но, ребята, вот поверьте, вот сейчас уровень трешачины будет примерно на уровне моей последней игры в ладдере. На самом деле, думаю, даже более трешовой. Готовьтесь. Сейчас извращения понесутся галопом. Сейчас вы увидите очень хорошую игру от Кощей, кстати. Я знаю, что мне никто не поверит, но сейчас Кощей сыграет очень хорошо. Я не буду спойлерить, Тирс, смотри. Сейчас Кощей будет показывать, как надо играть против ХД. Я даже подчеркнул что-то для себя. Минус первый чемодан. Ареда даже не поошит. А Кощей начинает давить. Вот так вот. Кощей игрок настроения. Иногда Кощей играет очень хорошо, иногда играет не очень хорошо. По-разному бывает. И пошел Блиц в корову, что довольно разумно, ребята. Но надо помнить, что Дева не только в Блице коровы. Удар с МБшечкой. И в этот раз все успешно. Можно порадоваться. И мы помним, что у Кощей есть взятка. И он не побоится ее использовать. Здесь, конечно, надо помнить о том, что корова относительно близко. Дружеский фол. И первая корова ушла. Реда говорит. Я сыграю с пупком без одной коровы. Знаете, вот как было в шоу Поле Чудес. Типа, вот этот реролл, на мой взгляд, был относительно спорным. Ну ладно. Типа, я угадаю эту мелодию с трех нот. Реда говорит. Я обыграю пупка с одной коровой. Это, конечно, очень милая мысль. А еще Реда реролят хаоситский рерол ради ПОшки. Но ПОшка говорит не сегодня, ребята. Согласитесь, что вечер очень быстро перестал быть томным. Реда понимает, что у него есть клавца, и ее надо использовать. И даже не ПОшки. По-хорошему надо было не ПОшить ради двух кубов в Краксигора. Но Реда ничто не останавливает. Реда настоящий джиггернаут. У него есть идея, и он будет ее до конца использовать. Корова садится на мяч. Как будто корова не видит рядом таклы и не помнит судьбу другой коровы. Понимаете, да? Как бы, а что ты мне сделаешь? У меня пятая блатч сила и так далее и тому подобное. Все мы, конечно, понимаем, что вообще-то пятая блатч сила, она не так, чтобы прям, знаете, от всего спасает. Особенно с учетом того, что там безумие, ребята. А безумие будет бить больно. Возможно, даже ногами. Возможно, даже по голове. Кащей очень хорошо чистит мяч. Вот. Культурно. Бежит к пятой блатч силе. Но пока не очень. Но есть еще попытка. Но пятая блатч сила, как бы, говорит, не сегодня. Но Кащей-то не успокаивается. И Кащей находит шестерку, которую мы все так ждали. Потому что Кащей знает, что, как бы, надо убивать. А корове надо умирать молодой. Это хорошая игра, кстати. Серьезно. Мне, правда, кажется, что немножко рисково было делать это так. Потому что, как вы видите, корова... Маловато было ассистов, чтобы рассчитывать, что корова пробьется. Следовательно, оставлять под коровой мяч с двумя ниглами... Это, конечно, специфическая идея. Атлант расправил плечи и не нашел кубы. Кащей защитил мяч очень неплохо. Заставив оппонента кинуть плохие кубы. Почти не шутка, ребята. Я нагнетаю саспенс, Тирс. Не волнуйся. Корова, как известно, заслужила. И я, как хороший рассказчик, нагнетаю и нагнетаю. К лирическому моменту трагикомедии. Вот так вот. Крексигор продолжает показывать неистовое микро и креатив. Крексигор говорит, что сегодня он ничего делать не будет. Мы что, пришли в Бладбоул играть? Нет. Пошли брейктаклы. Кащей не успокаивается. У Кащей есть задача, как бы. Он пришел очистить этот грязный бренный мир от коровы. Но он смог это сделать. И тут выпадает нигла! И она реролится на минус мув. Но это не поминки, ребята. Но с другой стороны, представьте себе прекрасную картину. Что Реда надо доигрывать этот матч без единой коровы. У Кащея осталась взятка. А следующий матч у Реда Рокса с Пупком. С Пупком, ребята! Конечно, Пупок не самая злая сила во вселенной. Но есть какое-то предощущение. Здесь, кстати, надо было фалить ниглу. Вот эту ниглу надо было фалить. Вот здесь я немножко не согласен с Кащеем. Почему нигла хуже минус мува? Ну, потому что такую корову будут пячить по КД. Я так думаю. Шансы уйти у такой коровы, как бы, повыше будут. Сильно повыше. Ну, здесь, конечно, Реда показывает филигранную игру уровня вышки. В смысле, играет как Супер Адбитос. Победа чемоданов. Но до победы чемоданов здесь еще работать и работать. Как бы, чемоданов все не очень просто. Так, между делом говоря. А здесь и Редорок вспоминает о том, что у него тоже есть пятка. И зря он, что ли, ПО шил и бил. Но у Кащея пятка получше, конечно. Ну, ассист скинка... Марк скинка выглядит чутка наивно, по понятным причинам. Ну, вот. Ну, у Реда тоже есть стратегия, ребята. У Реда стратегия избить. Вот сейчас уже немножко опасно после траты рерола и неудачного удара. И насчет быстрых скинков, ребята. Твоя скорость не спасает тебя, когда у тебя две неглы и ты не можешь кинуть 2+. И третья негла уходит в зрительский зал! Ну, знаете, третья негла, на мой взгляд, третья негла, это... Ну, не смерть, но отделяет теперь скинка от смерти, в общем, мало чего, согласитесь. Есть такое подозрение. Кащей не стал тратить аптеку, ребята. Это мужественное решение. И я даже, наверное, считаю его неплохим. Один-один. А у Реда уже нет реролов. Такое бывает. И супервыигранная игра для Реда в данный момент внезапно снова перестала быть супервыигрышной. По-моему, это очень веселые качели, согласитесь. Вот. Когда три неглы собираешь, они в одну мега-ниглу должны сливаться. Вот. Нет. Три неглы, они сливаются в... Первый же удар, мы уходим с поля. Это почти супер-нигла. Вот. Неглы влияют на травму, а не на армор, Тирс. То есть, если ты пробьешь армор скинка, то там будет модификатор на травму плюс четыре. Потому что модификатор от того, что скинк маленький, и модификатор от того, что у скинка три неглы. То есть, для того, чтобы нанести травму, надо кинуть шесть плюс. Примерно как, в общем, просто пробить броню халфлингу. Около того. Это прекрасно, по-моему. Представляете, да, как это весело? Кстати, я не помню, с кем следующая игра у Кащея. Но если вы, ребята, думаете, что на этом все кончилось, все только начинается. Все только начинается, ребята. Здесь еще будет хватать веселья. Вот. Чатик говорил, типа, ну все, как бы Кащей выиграл эту игру, ребята. Как вы видите, тут, конечно, до победы еще очень далеко. Мерзкий, быстрый падает. МНГ. Это очередная перемога для Пупка. Ну, как бы, Пупку нужна моральная помощь после того, как Мастер Зен отметелил его, понимаете? Вот. То есть, это такая перемога, чтобы Пупок смог восстановить нервы после игры. После того, как Мастер Зен его туда-сюда, вдоль поперек и так далее. Понимаете? А Пупка уже... Вчера Пупка отметелили, ты не видел? Мастер Зен вчера... Опа, в клапсу. Опа, не смерть. Вчера Мастер Зен, как бы, там, объяснил Пупку, как надо ПОшить. Вот. Ну, Пупок стримил вчера, Пивас. Так что, как бы, на Аке Пупка играет только один лох. Извините. Вот. Мне не очень нравится здесь проталкивание. Мне кажется, надо было проталкивать в этой ситуации вот этого игрока. Так. Негла. И Аптека спасает Черномора Фебриуса. Вот так вот. Может быть, Брайт, может быть. Блиц в три куба. И теперь посмотрим, забьет ли Реда в этой ситуации. Согласитесь, что качели очень жесткие прям. Прям качели-качели. Подбор. И Реда решил не спешить. Потому что у него еще ход. Да. А Каще играет против Лока, ребята. Для Лока тоже пока, в общем, все довольно неплохо. Ван Тернера можно не бояться. Брейк Такл не сыграл. И теперь у Реда очень простой гол через один удар и два плюс. Ну, вот так вот. Сможет ли Реда справиться с этим квестом? Сможет ли Реда найти кубы, которые, как бы, помогут ему? И Реда решает, что... Зачем играть просто? Давайте лучше, вместо того, чтобы убрать Завра, попробуем убрать Краксигора. Кинем лишнюю два плюс, ребята. И Реда мастерски кидает лишнюю два плюс. Похлопаем. Похлопаем. Потому что просто выиграть игру было бы слишком сложно. Надо показать уровень... Уровень финала Рубабеэла. Вот так вот. Но, ребята, фееричной игры еще будет столько, что, мама, не горюй. Если вам кажется, что фееричная игра еще не началась... Фееричная игра еще даже не началась, ребята. Реролы к ловце на лосе до подбора мяча. Чувствуете, да? Чувствуете? Реролы до подбора мяча. Это уровень, как бы, плей-оффа Рубабеэла. Учитесь. Это вам не это. Здесь мы, конечно, задаемся простым вопросом, зачем поднимать вообще мяч. Кто вообще придумал концептуальную мысль поднимать мяч? Но Реда все-таки вспоминает, что игра про то, чтобы заносить и... А рерола-то и нет. А где рерол? А куда это у нас рерол-то ушел-то пропал? Непонятно. А че это у нас на левом фланге никого нет, потому что мы ПО шили и реролили ПО? Как же так? Как же так? Как же забры себе дырку открыли и... И теперь, правда, здесь, мне кажется, можно было остаться на двоих и забежать вот этим Завром вперед. Как же... Как же мы дырку-то дали Завром, ребята? Вот действительно, как бы. Не, ну, согласитесь, что игра уровня вышки. Вот. Здесь без вопросов прямо интеллектуальная битва двух якодзун. Вот так вот. Не, ну ладно. Ладно, Кощей хорошо играет. Без шуток. Там было пару моментов странных. Но в целом Кощей отыгрывает хорошо. Вопрос, что Реда после того, как у него сломались две коровы... А, да. Как сказал Кощей, после того, как силовая корова получила минус мув, по какой-то неведомой причине у Реда пропало желание общаться в чате. То есть, если до этого Реда вел очень активные диалоги, то почему-то после потери коровы у него пропало желание коммуницировать с Кощеем. Удивительно, не правда ли? Интересно, вообще связаны ли как-то эти факторы. Вот. Побьем в 1D. Побьем в 1D. Мячик... Мячика мы не боимся, да. А еще теперь, не по роли в дочь, давайте дадим брейктакл с подбором мувному скинку. Потому что, как бы... А что может пойти не так? Когда это брейктакл у Завров работал? Очевидно, никогда. Ой, сработал! Ой, шестерка! Совпадения какие-то, ребят. Ой, пробой! Фантастика. Нет, ну я понимаю, что Реда просто 3 реролла экономит для тяжелых времен, ребята. Вот. Очевидно, что рероллы надо помариновать, потому что они понадобятся потом. В матче с Пупком, например. Ну вот. Ооо, ну это прекрасно. Кащей вспомнил о том, что у него есть, собственно говоря, пятка, и он не боится ее использовать. Ну а Кащей с помощью безумия уходит из неприятного контакта. Правда, жалко, что не повалили. Что же предпримет Реда в этой непростой ситуации? Для чего же он готовил рероллы, ребята? Ну, Рейн, тут я все-таки думаю, что Реда думал, что он выиграет, выиграет. А тут Кащей внезапно показал ему игру уровня вышки, и что-то как-то уже... И что-то уже как-то непобедкой запахло. Потрясающе важный пробой в этой ситуации. Я напомню, ребята, маленький спойлер. У Кащея есть девочка Бладвайзер, и у него четыре колокола. Ну вот так вот. Держу в курсе, ребята. Держу в курсе. Нужно еще ГФИ кинуть. Да. Теперь, теперь не достаем. Здесь продолжаются войны безумца, но Бурый не хочет падать, но все-таки падает. Еще и падает с колоколом. Я напомню, что у Реда Рокса нет девочек Бладвайзера. Запомните это. У Кащея девочка, у Реда нет девочек. Ну он и так вынес Ситар, видишь? Правильный Додж и Блиц в Хобб Гоблина. Знаменитая это смесь школы Бокра, если он ПОшнет, и смесь школы Демиурга. Бокрадемиург. Бокрадемиург, в общем, победил. Второй колокол. Реда понимает, что мяч не нужен. Ну, то есть, как бы, нет. Мы сюда пришли не в мяч играть. Мы пришли реролить черепа. Вот. Мы видим хорошего Завра и... Но мало ведь, мало. Мало колокола. И мы ПОшим колокол. Но колокол говорит, что мы еще постоим. Ну, че бояться-то? Ну, он за Доджил-то без БТ брает. Он Доджил 5+. Вот. А здесь, ребята, Кощей совершает ошибку. Смотрите. Я объясню. В этой ситуации Кощей мог вот этими двумя игроками встать у края и сбежать обратно вот сюда, ради Сталинга. За что мстит так Кощей? Ну, не знаю, может, за третью ниглу на скинке, например. Как говорится, ПОшить мы не бросим. Здесь продолжаются тоже войны. И здесь Кощей, конечно, принимает решение, которое заслуживает уважения. Мы идем сталить. Можно было, конечно, построиться лучше для Сталинга. То есть, очень сильно теоретически, как бы, Хоббас может и залететь, но... Но нет. Блиц в скинка. Ну, это правильно. Здесь Реда аккуратно играет. Просто заставляет Кощей забить. Но, ребята, как я уже сказал, если вы думаете, что в этом матче кончилась дичь, или что в этом матче закончилось веселье, вы глубоко ошибаетесь. Даже в этот момент! Даже после минус мува на корове. Даже после третьей ниглы. И еще Нассан из Ова, как говорил небезызвестный герой Сталлоне. Вот так вот в фильме Рэмбо. Напомню. Здесь есть девочка, ребята. Встали трое. Что, в принципе, неплохо. У Реда без девочек встали все. Ну, то есть, у Кощей, конечно, встало больше, но как-то немножко обидненько. Ну, да ладно. Вот. Кощей выбрал очень интеллектуальную стратегию вставания на лос, ребята. Это очень интеллектуальная стратегия. Она иногда работает, когда Азавры чувствуют, что у них все неплохо. Вот. Как бы мувный скинг нам его не жалко. И второго скинга не жалко. Мы с мячом что-нибудь придумаем. Мячик полетел. Реда получил рерол. Рерол на лосе удара до остальных ударов и до подбора. Я считаю, что это прекрасная идея. Щука уходит. Но вот здесь, ребята, Реда дал слабину. Реда не поошнул. Вот тут видно, что дух сдал слегка. Ну, вот. Колобок укатился за поле. Все, в общем, неплохо. Ну, здесь Реда решил показать тактическое забегание на гол практически. Ну, то есть, я напомню. Была трата удара, была трата рерола на удар до подбора мяча с мячом на ленточке. Но игра сказала, что мы подберем мяч, потому что гладиолус. Потому что пощада. Здесь Кощей, конечно, совершает одну ошибку, ребята. Кощей до сих пор думает, что Реда пришел играть на результат. Понимаете? Понимаете? Вот забыл Кощей, что все не так просто в этом мире. Понимаете? К вопросу об игре на результат. Ну, Реда кидает 1-1. Ну, вот так вот. И, казалось бы, прекрасная победа для Кощей. Ну, да. Негла будет третья на Агильном. Но зато мы выиграли 2-0. В не самом простом матче. Ну, вот. Все хорошо. Знаете? Ничто не предвещает беды. Ну, да. Ну, третья негла. Ну, знаете. Ну, третья негла и третья негла. Зато мы красиво переиграли оппонента. Показали скилушечку, как бы. Все хорошо. Вот. И вот, ребята Кощей аккуратненько уходит там. Никаких рисков. Подбор мяча с первого раза. Можно поставить еще ходик. Все так хорошо. Ну, правда, вот. Караксигор тупнул. Ну, а так вот. Ну, не приятно. Ну, мелочи-мелочи. Ну, что еще может же произойти, ребят? Ну, бывает и бывает, как бы. Удар с МБшечкой неудачный. Ну, пойдем ударим Клапсой, как бы. Напоследок. Последний удар в матче. Внезапно почему-то шестерка выплыла. Еще и с пробоем. И, в общем-то говоря, даже не понадобилось тратить в этой непростой ситуации ПОшку, ребята. Вот. И мы в очередной раз выяснили, что у Реда был план, и он его реализовал. Не факт, что этот план был как-то связан с победой в матче, но, как бы, получилось неплохо, конечно. Не знаю, Ситар. Наоборот, Кащей что-то в чате у шведа пришел и пообщался с фанатами, типа, в лице меня и шведа. Вот. И, естественно, по старой, доброй традиции, MVP уходит Чефиру. Как ведь, как могло быть иначе, ребята? Как могло быть иначе? Ну, Реда молодец, как бы. У Реда... Реда смог. Реда справился. Он проиграл матч, но он выиграл войну. Ну, вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова